Добрый вечер на РБК Региональные новости. Мы вещаем из Италии Шаратан Плаза в студии Маргариты Гафарова. 52 миллиона рублей доходов получила региональная казна за счет продажи госимущества в первой половине года. Промежуточные итоги реализации прогнозного плана приватизации обсудили на заседании правительства. По словам главы Минземоимущества Натальи Полянской, почти 8 миллионов рублей поступило по результатам торгов. 44 миллиона от продажи имущества представителям малого и среднего бизнеса в порядке реализации их преимущественного права на выкуп. За истекший период 2024 года на продажу выставлялись 15 объектов недвижимого имущества. Это не только город Уфа. Девять договоры купли-продажи заключены. 25,9 миллионов рублей по двум были расторгнуты в одностороннем порядке по заявлениям Министерства земельных и имущественных отношений. Действующие программы приватизации включают в себя 12 хозяйственных обществ, 10 государственных унитарных предприятий и 9 позиций недвижимого имущества. В первом полугодии перечень дополнялся и будет расширяться далее. В целом до конца года необходимо завершить реформирование не выполняющих государственные функции предприятий, в том числе путем их передачи в частную собственность, подчеркнул премьер-министр. Сальдированный финансовый результат, то есть прибыль минус убыток средних и крупных организаций республики за пять месяцев составил 176 миллиардов рублей. Это на 6,5% меньше, чем за январь-май прошлого года, следует из данных Башстата. Почти 72% компаний отработали с плюсом. Прибыль составила 192 миллиарда рублей. Убыток нерентабельных организаций вырос на 40% до 15,5 миллиардов. Наибольшую сумму сальдированной прибыли получили предприятия, занятые в обрабатывающем производстве – 110 миллиардов рублей. В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта авто и мотоциклов показатели выросли на 9,5% за год – до 22 миллиардов. Сальдированная прибыль организации в обеспечении электроэнергии газом и паром составила 18 миллиардов. В профессиональной научной и технической деятельности показатель вырос на 6%, превысив 7 миллиардов рублей. Задолженность по обязательствам крупных и средних компаний, в том числе кредиторская, на конец мая составила более 1,5 трлн рублей, из которых просрочено 58 миллиардов. Дебиторская задолженность сложилась на уровне 1,350 трлн рублей. И вот, по словам экспертов, снижение сальдированного результата обусловлено ростом издержек производства, в том числе из-за увеличения тарифов ЖКХ, заработных плат и ставок по кредитам. При этом замедление отрицательной динамики, которая наблюдается, является положительным фактом, но необходимо учитывать, что пока оно идет не за счет увеличения прибыльности предприятий в обрабатывающих секторах, а за счет положительной динамики в сфере предоставления услуг, в частности в ремонте автотранспортных средств, что обусловлено ростом цен на запчасти, а также тарифов на оказание услуг. Таким образом, высокая стоимость кредитов, дефицит кадров и ускорение роста зарплат негативно влияют на показатели деятельности предприятий, в том числе снижают инвестиционные возможности организации, отметила Наталья Трофимова. Минстрой Башкортостана разработал концепцию развития малоэтажного жилищного строительства «Башкирский домик». По данным РБК УФА, программа будет рассчитана на 2024-2030 годы. Предполагается, что она позволит стимулировать промышленное малоэтажное строительство и станет новым этапом в возведении жилья после точечной городской застройки. В программе отмечаются основные преимущества. Среди них более низкие финансовые затраты и короткие сроки запуска предприятий по выпуску домокомплектов, снижение себестоимости строительства, использование экологически чистого сырья. Кроме того, в ходе реализации проекта «Башкирский домик» планируют решить две проблемы – нехватки земельных участков и дороговизны подключения индивидуальных домов к инженерным сетям. По прогнозам Минстроя, все это приведет к росту доли индивидуальных домов в жилищном строительстве с 62% в 2023 году до 75% в 2030. В отрасли появится дополнительно 3000 рабочих мест. Жилищные условия смогут улучшить 20 тысяч семей. Кроме того, программа может способствовать снижению цен на жилье. 15 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности выявили в Башкортостане за первое полугодие. В их числе комиссионные магазины, которые выдавали займы под залог имущества и организации, работающие под видом МФО. В целом по стране за январь-юнь Банк России выявил порядка 3500 аналогичных компаний на финансовом рынке. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 года. В Нацбанке по Башкортостану отметили, что клиенты нелегальных организаций не защищены и рискуют попасть в долговую кабалу. В частности, комиссионные магазины могут в любой момент продать заложенные имущества, а нелегальные микрокредитные компании начислять повышенные проценты и агрессивно взыскивать долги. Чёрные кредиторы, как правило, дают займы под завышенные проценты. В то время как для легальных микрофинансовых организаций законам определены ограничения в виде предельной стоимости займа, которые не могут превышать в полтора раза от основного долга. Особенностью работы чёрных кредиторов является то, что они, как правило, пользуются услугами чёрных коллекторов, которые применяют незаконные методы возврата долга. Проверить, законно ли работает компания на финансовом рынке, можно на сайте Банка России. Кроме перечня официальных организаций, там публикуется список кредиторов с признаками нелегальной деятельности. Пивоваренные компании Башкортостана за первое полугодие произвели без малого 18,5 миллионов декалитров пива и пивных напитков. Объём продукции вырос на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Министерстве торговли и услуг Республики. В целом по стране производство пива выросло на 13,5%, 48 миллионов до 55 миллионов декалитров. Главным образом в стране в первом полугодии выпускали пиво крепостью от 0,5% до 8,5%. На него пришлось 85% от всего объёма. Ещё 12% занимают напитки на основе пива, а около 2% – безалкогольное пиво. На территории Республики Башкортостан производство пива и пивных напитков осуществляет порядка 30 организаций. 99% объёма всего определённого пива и пивных напитков приходится на две компании – в городе Уфа и в городе Стрель-Тамак. И необходимо сказать, что бюджет от производства пива и пивных напитков поступил порядка с 3 миллиардов рублей акцизов. Реализация пива и слабоалкогольных напитков в Республике в первом полугодии упала с 1 миллиона 800 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч декалитров или на 33%. В Башкортостане перед судом предстанет юрист за обман 25 клиентов на 1 миллион 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики. По версии следствия, с января 2019 по ноябрь 2022 года мужчина, оформленный как самозанятый, оказывал различные юридические услуги. В частности, предлагал помощь в признании граждан банкротами, оформлении прав собственности на недвижимость, представлении интересов в службе судебных приставов. Жертвы выплачивали ему от 7 до 466 тысяч рублей. При этом услуги так и не были оказаны. Деньги юристу передавались наличными и переводами на банковскую карту. Обвиняемый частично признал вину. В обеспечительных целях наложен арест на его долю в квартире. Уголовное дело рассмотрит нефтекамский городской суд. У меня на этом все. Оставайтесь на РПК. До свидания.